И как Ваше настроение? Отлично. Как настроение должно быть? Настроение всегда должно быть хорошее, бодрое. Ну, не должно быть. Ну, ожидали того, что могут призвать? Ожидали, конечно. Ожидали, потому что нужно за свою краю, говорится, бороться, отстаивать свои интересы. Иначе никак. Дороги надо отменить. Если мы ступили на эту дорогу, надо отстаивать до конца. А когда Вам пришла повестка? Вчера. Это неожиданностью было для Вас? Не настолько неожиданностью, потому что слухи как бы всегда ходят быстрее нас. А как Ваши родные восприняли эту новость? Ну, как. Как и всегда. Как провожали молодого в армии, так и сейчас. Ну, страшно? Конечно, страшно. У всех же семьи, у всех же работа. Все, когда настроено все в жизни, когда что-то начинает идти не по графику, где-то уже страшно. А на работе Вам пояснили, как эти моменты, как Вы будете обратно возвращаться к своему рабочему месту? Ну да, за нами закреплено рабочее место. По возвращению мы все будем на работе. А Вы где работаете? На препарту. Препарту. Чего больше всего опасаетесь в нынешних ситуациях? Провокаций. Самое больше провокаций, чтобы не было вот этого кровопроградения. Провокация – это самое страшное на данный момент, которое может одним выстрелом все решить. Так что вот это самое больше страшное. А остальное все это надо. Вы следили за событиями в Крыму? Ну, конечно, потихоньку, конечно, мы везде обращаем внимание на все политические кремии между странами в наших регионах. Вот, конечно, это так же. Вот какие-то есть выводы из той ситуации, которая там происходила? Ой, вывод один – это не должно так быть. Должно быть все по-другому. Это политические войны вот эти приводят, конечно, к кровополитиям нашего мира. Должно быть все по-другому. Должно быть все мирно, спокойно. А Вам сказали, насколько Вас играет? Определенно нет. Пока едем на сутки, а там уже будет. Как Вас зовут? Олег. Здравствуйте. Добрый день. Скажите, а Вас тоже сегодня призывают? Да. Да? Да. А как для Вас это было неожиданностью? Ну, да, в какой-то мере. Хотя, не знаю, наверное, все к этому штуки-то и ожидали, что это будет такое. Фелизор был идеально. Будет мобилизация. У Вас сегодня такая национальная форма, можно сказать, это Вы специально подбирали герб Украины? Да, это все удобно. Спортивная кирка была под рукой. Мое дело, потому что за вами не знаю. А как Вы относитесь к тому, что происходит сейчас в стране, и видите ли необходимость таких действий, как мобилизация? Ну, ситуация очень сложная. И то, как бы, надеемся, что все разрешится мертвым путем. Вот. И это просто будет, ну, как учение, чтобы люди, как бы, просто почувствовали дух армии, там, не знаю, почувствовали, что какой-то единственный там друг к другу. Ну, вот и все. Скажите, а страшно? Страшно? Ну, как-то, я не знаю. Страшно. Знаете, как страшно смотреть телевизор, честно говоря. Каждый день новости. Это страшно. А так... Ну, все морально готовы, по-моему, были еще. Могут вызвать любой момент. А Вы где работаете? В порту Южу. В порту. А у Вас в порту Ваши коллеги все разделяют Ваше мнение? Или как? Как у Вас в этом случае? Ну, у нас подразделение, где работаю, не встречаются все. Абсолютно. Вы врач? Да. Так что меня провожали с интернетом. Здравствуйте, а можно у Вас спросить? Какой у Вас настрой? Моевой. А Вы где служили? В Тичне. Кем? Офицером. Я от всего вставшийся. Запасен. Вот сегодня Вы смотрите на ситуацию в стране. Как у Вас настроение? Что думаете по этому поводу? По поводу ситуации? Да. Беспредел, анархия, власти нет. Вы видите телесообразность мобилизации на сегодняшний день? Ну, как таковую, в принципе, да. Станицы перешли, и надо страну защищать. как таковой, прямо мобилизация, я думаю, и в армии нормально людей впадает. Да, но раз мобилизация, значит, там не все. Страшно вообще? Мы привыкся. А Вы наблюдали за ситуацией в Крыму? Вот как там все происходило? Ваше мнение по этому поводу? В Крыму? В Крыму. Бездействие власти своими словами это по-народному, профукали мы. Потому что когда переходили в Знаницу, надо было сразу как-то действовать решительнее. Власть у нас как-то такая. Поэтому такое случилось. Ну, есть вероятность, по Вашему мнению, вторжения на материковую часть в Крыму? Я думаю, нет. Россия на мое мнение получила, что хотелось, а дальше это уже будет настоящий военный действие, война. а война, я думаю, не выгодна, не украинская. Ну, война это достаточно страшно. Как Вы считаете, общество готово к нашей? К войне? Никто. Не то, что никто. Ни армия, ни... Ну, вообще никто к этому не готов. А тем более наша армия. У нас очень расколото общество на данный момент в стране. Вот Вы не опасаетесь как бы того, что в Вашем же отряде могут быть те, которые захотят, допустим, поддержать врага? Возможно. Возможно, может быть такое. Если смотреть по примеру того же, самого Крыма, в частях половина уходила на российскую сторону, остальные оставались. как Вы к этому относитесь? Негативно. В принципе, негативно, потому что раз давал клятву, давал присягу, то тоже держать. Вы уходите с рабочего места, да, на сегодняшний момент? как-то пояснили, как Вы потом будете возвращаться и что-то какие-то гарантии дают Вам? Ну, как по крайней мере сказали в отдел кадров на детском ипортовом заводе, пока остается все как остается. Выплачивается среднемесячная зарплата, рабочее место остается заработникам, поэтому в этом уверили, что сказали, что все не странно. Настроение есть, а там будет видно. А как относитесь к тому, что происходит в стране и вообще в целом ситуации? Ну, не хочу говорить. Плохо. Все плохо, очень. Но следили же за ситуацией в Крыму наверняка и как вот уходя сегодня на службу, чего опасаетесь? Есть какие-то... Сказать то, что в Крыму показывают спрежу, я не верю. Я не знаю, что. А показывают вред. Не верится вообще ничему? А чему верить? Это ложь. что вы думаете по поводу страны? Честно сказать, я там не был. Ну, нуждается наша страна сегодня мобилизация. Как вы думаете? Ну, нуждается в нормальном правительстве. Опасности нет. Ну, как бы, где-нибудь. Опасность есть. У нас правительство ненормальное. Вы где служили? В МЧС. Мне родственники звонят с Крыма, у них не так слабо, как сказал дядя Володя. Ну, а скажите, как там все? Там? Да. В Кривнах яйца 11 гривен, если рубли перевезти 18 гривен, это же нормально. А им рубли, им гривны не дают. Гривны будем высылать мы их. А психологически какая у них обстановка? У них? Да. Ну, мне мама уже спросила, ты пойдешь воевать против них? Так нормально? Ну, как с криминогеном там, ну, с криминальной обстановкой? Отлично. Отлично в хорошем или в плохом? Хорошем. Там то, что Украина сдвигала с флотом, это 50, 52 судна просрали. Это, это шокер. Вы бы не сдали? Я бы Оле вот такую бы не взорвал. А палками махать детский лейбин. На Химке на детский лейбин. Потому что они пришли там гимн, спели, мы же все. Олег, думал, что у меня вот вы как бы в свете таких событий чего опасаетесь? Кого? Опасаетесь чего на службу? Я опасаюсь, что я пойду в Крыл на них стрелять. Вроде на приказе пойму. У нас общество такое достаточно разобщенное. Есть люди, которые больше и Россию поддерживают в каких-то моментах. Как вы к этому относитесь? Вы можете служить с человеком, который может потом перейти на одну сторону в другую? Я сел с опалом, я стрелять в инфляции. Потому что будет стрелять в меня легко. Добра! Годовенко Станислав Годулян Денис Головенко Валерий Годовенко сергей якова снастри ожидали что вы можете прийти по вес нет ситуация в стране вообще как вас волнуется на насколько она вы считаете и опасность или а вы кем служит вы следили за ситуацией в крыму как вот ваше мнение по этому поводу по-другому действовать кому больше руководству или самим военным руководство то есть приказы неправильно это было сразу скажите а вот вы как военные видите опасность в том что вот руководство может не дать приказ тот который необходим допустим и руководство надо верить потому что туда будут анархии для этого и руководство а вот есть такой момент что общество очень расколото да вот само по себе вот одни за россии другие за наоборот считать что это опасно для армии для общества у вас есть такие коллеги которые допустим говорили вам что они не поддерживают ситуацию с тем что они не хотят как вы сами считаете возможны вот знаете ситуации военные действия или это все больше как холодная война я не думаю что даже русских даже по ситуации в крыму не стреляли не убивали действовали силой но по крайней мере не пострадал можно сказать на день человек потому что там был один инцидент это неизвестно по крайней мере все захваты там тоже люди и там можно сказать дети тех людей с которыми мы свое время служили если взять по призыву сегодняшнего берут скорее тех послужил советской который все что-то осталось но я же мало почему вы точно это мы думали спасибо будет верить как вас зовут повестка которого получили была неожиданность а а как вы отнеслись к тому что вас призывают не очень хорошо вообще к ситуации в стране вот как вы относитесь как вы видите есть ли опасность для нашей страны ну честно говоря не знаю трудно сказать но то что я слышал с крыма да вот у меня там есть родственники очень люди очень как зомбированные не то что неадекватно воспринимают все что происходит очень адекватно действительно такое ощущение что тридцатые годы что пропаганда действует очень серьезно на людей то есть пропаганда российская так там же нет никуда что-то утренский они боятся люди просто не тоже какие-то там путины прибегают с автоматами а именно люди очень красиво настроены но как там в крыму они между собой там же есть люди которые ярые поклонники россии да и люди которые хотят остаться в украине как они между собой ладят никак те кто украины пытаются просто если они останутся просто не позвольте может просто разрывать настолько там за настолько агрессивно вы видите опасность на сегодняшний день со стороны россии для украины я конечно не вижу я же не знаю обстоятельства но я вижу опасность настроение внутри страны именно вот даже тут даже в южном я вижу опасность вот есть у нас в обществе на сегодняшний день такой раскол да одни поддерживают как бы пророссийские настроения другие не поддерживают их поддержать больше патриотические настроения вы видите в этом опасность для нашего и нашей армии первую очередь вот если вы будете служить с человеком которые вы ну да вот именно вот это мы есть опасность сейчас собирают войска и там например просто как вот это же скрыма просто российский в группу ремонт говорить давайте с российской федерации половина просто сдастся а вы как считается что нужно в таких как бы как считается что нужно сделать в таких ситуациях действительно призвать только добровольцев я не добровольцем по-любому я говорю если бы я пошел добровольцем это все другая ситуация в общем то есть а 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 размином а а а а Продолжение следует...